Четвертый день. Четвертый день мы в Адлере. Мы на море. Сегодня очень бедренно. Ветер сильный, полный есть. Не знаю, будет вам сильно задувать или не будет. В микрофон. Такая красота. Слушайте, хотела про пляжные цены рассказать. Вот, кстати, туалеты на набережной. 50 рублей. Сейчас подойдем к лежакам. Я два раза покупала лежак. Но цены, сразу скажу, такие, что вынуждают многих покупать какие-то карематики и отдыхать на своем. Так, это детский. Сколько он? Один час шестьсот рублей. Полчаса четыреста. Полчаса четыреста? Да. Полчаса четыреста. Такая вот детская клетушка. Пляжи, конечно, сто процентов такие прямо чистенькие, аккуратненькие. И, ну, сделано все красиво. Но в любом случае, если ты не сидишь попой на камнях, то ты платишь. Кстати, кому песка в Адлере не хватает, вот он. Приходите в волейбол играть. Сегодня очень волейбольная погода, потому что вообще никто не купается. Я что не вижу, где флаги висят. Должны же вот эти вот красные флаги висеть. Потому что с такими волнами, ну, тут какое купание. Просто загорание и лицезрение. Какие-то... Все для спорта, все для детей. Но то, что туалетов здесь нет, это, конечно, прям минус. Туалет приходится туда. Ну, или кто как по старинке в море, да. Раздевалочки, душевые, вот это все стоит. Всякое мороженое, типа чистая линия, там одна мороженка 200 рублей будет стоить. Если кукуруза, у тети, которая ходит и кричит кукуруза, кукуруза, она будет 150. Если в таких ларьках, 200. Если вы перейдете одну улицу, то 80. Ну, и в пятерочке, не знаю, сколько. Если с собой принесете. А, вот такие еще есть мороженки. Один шарик, 100 рублей. Кафешечка. Как всегда с утра в поисках еды. Не, на самом деле мы иногда и там у себя в гостишке едим. Но сегодня особо такого завтрачного у нас ничего нет. Поэтому мы пошли в столовую. А столовую мы это вам уже показывали. Столовое утро. Вот мы в нее утром и ходим. Мама, слушай, я тут так принюхался. Принюхался? И пахнет, как будто я на боевых искусствах, реально. Да? Такой запах? Интересно, чем у вас там так пахнет? Ага. Неужели такими кустарниками и цветами? Матом. Он тут пахнет. А, матом. То есть чем-то, как это называется-то, господи? Ну, не полиэтиленовым. Мат, он из чего сделан? Такой, как замкожи. А мне тут, конечно, пахнет просто весной. О, хожу, цветочки нюхаю. О, ты откуда сорвал? Степка. Степка, бежим отсюда. Это чей-то цветок? Боже мой. А это что за красота? Посмотрите, посмотрите. Просто, просто глаз радуется. Нет, на память давай без... На память мы и сняли на видео, и потом будем смотреть. Будет такая память. Вот, пожалуйста, сдам комнату. Здесь просто идешь... Я уж... Раз, что цветочек сорвали, ну куда? Буду нести для красоты. Здесь просто идешь, и вот эти все коттеджики. И там везде написано, сдам комнату, сдам комнату, сдам комнату. Ну, не знаю, надо это. Я пару объявлений сфотографировала. Надо позвонить, узнать хоть, почему они тут комнату-то сдают. А то, может, вполне приемлемо. И, кстати, цены никогда не пишут. Всегда пишут просто сдам комнату. Ну, понятно, все, наверное, от сезона, от количества дней зависит. Так, а нам уже поворачивать надо, парни. Еще немножко... Еще немножко улиц. Немножко домиков. Ну, домики. Сегодня посмотрела погоду. Написано было 18 градусов утром. Я что-то кофточку пододела. Детям кофточки пододела. На улицу вышли все в шортах, все в футболках. У меня дети сразу вспотели. Они говорят, мам, жара. Вот уже дошли. Впереди наше столовое. Сейчас натрескаемся, народ. Меняются, значит, города. Меняются страны. Меняется даже состав семейства. Но неизменным остается перед вылетом перегусить в Бургер Кинге. Это просто классика. Все. Мы уже в аэропорту. У нас... Ну, не то, что последний день отпуска. У нас просто день вылета. Это называется. Я еще хотела показать, чего вам забыла. Я же хотела сделать обзор там, где мы жили. Но, как всегда, в начале, когда там было чисто, хорошо, красиво, я забыла. Поэтому, ну, посмотрите, что есть. Первый этаж. Ну, первый этаж там. Он жилой. Там живут хозяева. Что у нас тут есть? Морозилка. Холодильник. Вот это наш общий холодильник. Это холодильник. Немножечко тут вроде как прикупить что-то можно. Ну, тут магазин рядом даже. Нет смысла. Всякие микроволновки. Все, короче, на чем можно готовить. Вот тут газ, пожалуйста. Полно. Сейчас пока, еще одну секунду. Сковородочки, кастрюли. Вот это все добрище. А, кстати, 200 рублей платная стирка. Да. Что? Это мое дело. Ой, не ругайтесь, ребята. Степ, некрасиво. Некрасиво ругаться с малышом тоже. Ну, так, а ты тоже не ругайся. Добрый обзор делаю. У вас ругань. Лев, у тебя сколько братьев? Сколько? Один. А если ты с ним будешь ругаться? Только один есть братьев. Ага, только один есть братьев. Вот именно. Есть мангал. И лежачки. Вот это вот классная штукенция. На ней можно лежать. Давай, давай. Давай, мелочь. На ней можно лежать. И она вот качается. Тут туалет тоже на улице. Бассейн. Ребята купались в бассейне. А, я даже снимала, по-моему, вы видели. И деревья. На меня. Ага. Один кадр на тебя? Ох ты. Кайфушник. Степка лежит. Кайфует. Деревья я хотела снять. Вообще-то. Вообще-то из всего. Смотрите, что растет. Аккуратно. Гранат. Такое гранатовое дерево. Сегодня увидела абсолютно случайно. Думаю, чего это за дерево такое? А тут оказывается... Так-так-так-так-так-так-так. Пробираемся. Во. Фейхая. Фейха-а. Фейха-а. Кто да? Фейха-я. Наверное, правильно, да? Конечно же, виноград. Где он у нас? Вот он. Виноград. А это тоже фейха-я. Это тоже виноград. И вот тут вот я увидела... А, ну, во-первых, тут я увидела кучу виноградища. Во. Вон он. И вот это дерево. Смотрите наверху. Смотрите. Видите? Хурма. Да? Это хурма. Тут тоже растет, пожалуйста, тебе хурма. Ну, и здесь тоже гранаты. Уже как у нас смородина-вишня. А здесь, блин, гранат-хурма. Вот так вот интересно. И сам домик. Вот он. Аэропорт в Адлере. Ну, красивый, чистый, хороший. Ты его так можешь сделать? Так, один у меня тут сидит, а другой стоять хочет. Ладно, стойте. Стойте, сидите, прокачу я вас. Все. Мы уже зарегистрировались. Мы идем в зону предполетного досмотра. Ну и прикусили, конечно. Так, ну все. Мы сели. Мы сели. И я, кстати, сейчас сижу у окна. А пацанов туда посадила. Потому что я им раньше тоже, они такие, хочу у окна, хочу у окна. Я говорю, слушайте, ребят, я вам каждому даю по телефону в самолете. И мы взлетаем, вы пялитесь на телефоне, а мне в итоге ничего не видно. В итоге сегодня справедливость. Мама сидит у окна, а детям по телефону. Буду смотреть красоту взлета. Взяла у Степки на секундочку телефончик показать вам наш взлет. Потому что взлет красивый. Красивый взлет. Немного развернулись. И встаем на курс. Ну хорошо же, но красиво. Всегда вот вода. У меня тут единственное шумное, потому что я прямо возле этой турбины сижу, конечно. А вот тоже и Чапоксары. Ну не совсем Чапоксары. Это получается, что Новочапоксарск, да? Мост Гэс. И там, там Чапоксары. Сейчас будем садиться. Здесь осень. Теперь из лета в осень возвращаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...